Боже, милости, будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчастая согрешил, Господи. Прости меня, грешного. И помилуй. Достойная из всякого истину блажительства, Пресноблаженную, пренепорощенную, Матерь Бога нашего, Счастнейший Херувим и Славнейшего, Истинный Серафим. Без искления Бога, Слово, Рожешую и Сущую, Богородицу Тебе, величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы измертвы, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божие, Молитва ради причисты Твоей, Матери, И силы честного житворящего Креста, Святых ангелов наших, Хранителей, И всех ради святых. Помилуй, спаси нас, яко благослови, и человека любец. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, Создав имя, Господи, помилуй мя. Бесчиславя согрешил, Господи, Прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, Приди и вселись в нас, И очисти нас от всякой скверны, И спаси благие души наши. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети циренемощи наши, Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, И прости нам долги наши. Как и мы прощаем должникам нашим, И не веди нас в искушение, Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое царство и сила и слава веки. Аминь. Встал после сна, преподаем к стопам Твоим благе, И ангельскую песню возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, свят ты, Боже, Молитвами, Богородица, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи, Умой, просвети и сердце. Не открою ста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Боже, Молитвами, Богородица, помилуй нас. И ныне, и всегда, и вовеки веков, аминь. Незапно придется, и я, и я не окажда, Обнаружится со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят ты, Боже, Молитвами, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и вовеки веков, аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, Что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, И не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, Но оказал мне обычное Твоего человеколюбие И поднял меня спящего, Чтобы принести Тебе утреннюю молитву И прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, Чтобы мне поучаться слову Твоему, Развивать заповеди Твои, И исполнять волю Твою, И открою ста мою, Чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, Воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припойдем Ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припойдем К самому Христу, Царю и Богу нашему. 118. 118. Блаженны непорочные пути, Ходящие в законе Господне, Блаженны хранящие откровения Его, Всем сердцем ищущие Его, Они не делают беззакония, Ходят путями Его. Подожди, 118. А, ну да. Ты заповедал повеление Твое, Храни твердо. О, если бы направлялись пути мои К соблюдению усталых Твоих, Тогда я не постыдился бы, Взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, Получая судам правды Твоей. Буду хранить усталые Твои, Не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой, Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, Не дай мне уклониться от заповеди Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, Чтобы не грешить перед Тобою. Благословен Ты, Господи, Научи меня усталым Твоим. Устами моими Возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих Я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих Размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, Не забывая слова Твоего. Я вимилась рабу Твоему И буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои И увижу чудеса закона Твоего. Странники на земле, Не скрывай от меня заповеди Твоих. Истомилась душа моя Желание судов Твоих во всякое время. Ты укоротил гордых, проклятых, Уклоняющихся от заповеди Твоих. Снимись с меня поношение И посрамление, Ибо я храню откровения Твои. Князья сидят И сговариваются против меня, А раб Твой размышляет Об уставах Твоих. Откровения Твои, Утешение мое, Советники мои. Душа моя повержена в прах, Оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, И Ты услышал меня, Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, И буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истоевает от скорби, Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, И закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, Поставил перед собой суды Твои. Я прилепился к откровению Твоим, Господи, Не постыди меня. Потеку путем западе Твоих, Когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, Путь уставок Твоих, И я буду держаться его до конца. Вразуми меня, И буду соблюдать закон Твой, И хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю западе Твоих, Ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, А не к корысти. Отврати очи мои, Чтобы не видеть суеты, Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое, Рабу Твоему, Ради благоговения перед Тобою. Отврати поношение мое, Которое я страшусь, Ибо суды Твои благи. Вот, Я возжелал появления Твоих, Животвори меня правду Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, Спасение Твое по Слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, Ибо упывай на Слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих Слова истины, Ибо я упывай на суды Твои. И буду хранить закон Твой всегда, Во веки и веки. Буду ходить свободно, Ибо я взыскал повеления Твоих. Буду говорить об откровении Твоих Перед царями и не постыжусь. Буду учешаться заповедями Твоими, Которые возлюбил. Руки мои будут простирать К заповедям Твоим, Которые возлюбил, И размышлять об усталых Твоих. Вспомни Слово Твое К рабу Твоему, На Которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, Что Слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, Но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, От века и утешался. Ужас овладевает мною Привидение честивых, Отставляющий закон Твой. Уставы Твои были песнями моими, На месте странствования моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, И хранил закон Твой. Он стал моим, Ибо повеление Твое храню. Удел мой, Господи, сказал я, Соблюдать слова Твои. Молился я Те всем сердцем, Помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих И обращал стопы мои к откровениям Твои. Спешил и немедлил соблюдать запады Твои. Сечи нечтивых окружили меня, Но я не забывал законов Твоего. В полночь вставал словословить Тебя За праведные суды Твои. Общник, я всем боящимся Тебя И хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля, Научи меня усталом Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и виденью Научи меня, Ибо западем Твоим я верую. Прежде страдания моего Я заблуждался, А ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, Научи меня усталом Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, Я же всем сердцем буду хранить Повеления Твои. Оживело сердце их, как тук, Я же законов Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, Дабы научиться усталом Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше Тысячь золота и серебра. Слава. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Сбах меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мой недостойный уста и восхвалить Святое имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Волостав от сна, я посади ночи приношу Тебе песнь спаси, и, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распяшись. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный безгреховный день, Христи Божий, спаси меня. Молодыка, человеколюбчив став, после сна я спешу к Тебе и по милосерве Твоему принимаю за угодные Тебе дела, а я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избах меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рогу Твоему в прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого враговского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всего Сущего, удостой меня присвяти Твоей истины. С просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, у Сидержителей сил бесплодных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и полосы, ясноведующий тайны человеческие, обезначальный вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. Прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия, единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Него в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевают все творения во веки вечные. Аминь. Святой Ангел, поставленный блестимую бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выйди мне на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он отвердил меня в страхе Своему, содел меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного, арабатывая уныние, забвение, неразумение, родение, все скверные, лукавые, хульные помышления несчастного моего сердца и подлоченного ума моего. Погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений. Освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословена от всех родов. И Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. Молитие Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Анатолий, Андрей, Екатерина, Юрий, Надежда, Сергий, Татьяна, Янис, Все равно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего. Ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов. И сохраняя силы креста Твоего, церковь Твою, Паси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иакима, родителей моих, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христианам, подай им Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твоих. Посети их, укрепи силы Твою, дар им здравия, спасение души. Ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твои, родителей моих, родственников, благодетелей, всех православных христианам, прости им все грехи, вольные и невольные, дар им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, правцев, отцев, братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога, Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшего, нежели Серафимову. Слава от Своего Сына и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву о Депречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Божий наш, милостивый Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, которых предаем на Твое попечение и защиту. Вложи в них крепкую веру. Научи их благоговеть пред Тобой, да стоит крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь, Господи, их на путь истинные добра, чтобы они все делали во славу Твою имени. Научи их благочестиво, добротельно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравия, душевно и хелестный успех в трудах. Избавь их от хитрых козней дьявол, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от самомнения, от всяких нечестивых и беспорядочных людей ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Помоли Твоему про Чистую Матери и всех святых. Приведи их тихо и пристанье Твоего Вечного Царства, чтобы они вместе с праведными всегда благодарили Тебя с Единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господь Божий наш, возри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума и благочестия, чтобы они благодарили Тебя с Единородным Твоим Сыном и Житворящим Твоим Духом. Аминь. Не спошли на детей духа премудрости, разума и благочестия, просвети их светом Твое благоразумие, чтобы они уразумели и усвоили изучаемые предметы, употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу Ближнему во Своё спасение, потому что Ты источник премудрости. И Тебе слава возносим всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Геннадий Тихонович, молитесь. Господи, премило, родители, 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 митрополита Иллариона, епископы Птихи, Вениамина, Агафан, Градиамида, Тихона, Антония, священны Рея Акима, Павла Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима Засима, Липия, Андрея, Максима, Владимира и Глеба, не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, Тихона. И весь священничий скинощий скичин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, да познает любовь Твою, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Смири власти воинств твоих, наведи страх Твой на них, и через них сапожи благое церкви Твоей, и сохрани их от покушения на них. Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Барсултана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Защи нас ценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить дарованные Тобой таланты. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас в этот день от всякого рода зла и греха. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима. И Владимиру дай веру, обрати его на путь спасения. Благослови Людмилу, Любовь, Владимир, Алексей, Иосифов. И пришли добрые жители, знающие Тебя, любящие уставы Твои с детьми. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину и Рашин, пределы общин, найди новые души. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Евгения, Анастасию, Наталью, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Екатерину, Екатерину, Галину, Александра, 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 Сергея, 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 И воздри на угрозы врагов, на их злодейство, И в студный день не помяни их безумия. Александра, Александра, Евгения, Виктора, Сергея, обрати на стад, Не дай им погибнуть в ожестощении и злобе. И благослови благодетелей наших, Воздаем добром Елену, Людмилу, Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Светлана. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе, ты и знаешь всех, Многослови, Александр. Посети болящих, Дай силу перенести страдания И пошли в исцеление Валерия, Иллариона, Кирилла, Владимира, Надежда, Катьяна, Татьяна, Катьяна, Валентина, Валентина, Анна, Александра, Расстасия, Наденса. Благодарю тебя, Господи, За здоровье и за болезни, За друзей и за врагов, Ибо по твоему благоволению Все это может оказаться на пользу. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе, Путешествующих, Раиса, Льва, Виктора, Виталия, Благослови Романа, Избата, Духа, Лжи, Упрямства. Не дай погибнуть ему, Господи. Благослови Виталия, Никиту, И дар и духовное рождение. Аллилуйя. Спасибо, Господи, И помилуй. И сохрани Наше сокровище В интернете. И книги здесь Игорь, Юлю, Дмитрия, Виктор, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Дмитрия, Дмитрия, Вячеслава. Аллилуйя. Господи, коснись сердец отступников Николая, Михаила, Александра, Юлия, Анастасия. Найди их, обрати, наставь. И от пьянства избавят Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Слава Тебе, Господи. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Найди все наше родство. Экдотею, Валентину, Ирину, Татьяну, Марту, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, 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 Господь Своего. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышнему Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, когда дал Ты мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божией. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, который дал мне Святую Библию и указал на толкование Святых Отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно, Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего. Спаси нас молитвами своими. Господи, воздай милости всем помогавшим нам в путешествии. Аллилуйя. Пресвятая Павла, Гималеда, Владимира, Надежды, Измилу, Дмитрия. Ты все знаешь, Господи. Благослови, Господи. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешем. Благодарю Тебя, мой ангел. Столько лет ты хранил и в этой ночи от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинем смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по митарствам. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Сохрани наши труды от зверей и недобрых людей. Сохрани всю живность братьев наших здесь. И это от Тебя. Ян, кричитель, притеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить в бедность, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. И никогда не роптать, никому не завидовать, и жить во всем экономно поступая. Аллилуйя. И не страшиться царей и начальствующих. И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ, кротости, возбуждение, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Моли тебе Бога о нас. Святые пророки, Илья, Иерусей, Инох, Моисея, Самуил, Аарон, Ио, Авель, мой Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Мосна, Ом, Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Иерусе, Иаиль, Ай, Исакония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрак и пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаха. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода твоего нашего отшествия не заставлась не готовыми, но чтобы выше навстречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, с отделанной в Духе Святом с любовью, Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марка, Рука и Иоанн, задарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе, Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Закалусов, Афанасий Великий, Фрем Сирин, Антони, Макари, Макари, Антони, Киадосик, Кармили, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макари, Алтайский, Филарет и все перевозчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь, святой и православной вере. О замысле Ретюков, разве и мечтой преврати? Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Юстин, Философ, Космай, Дамиян, Андрей, Стротилат и Иерон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник и Медийский. Георгий Победоносец, Пантелеем, 40 святых мучеников. Царь Николай, святое царское семейство. Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь и укрепи в вере Господь, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Аллилуйя. Анфима, Вениамину, дай веру, старшие родители за должное воспитание. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Патина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матер Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Ахилла, Андроник и Юния, Киприяна и Устина, молите Бога о нас. Да дарует Господь женам послушание и молчание, Соломудрие и стыдливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания. Аллилуйя. А здесь сердце не покорил их жен, Галина, семейство ее Евгения, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Людмила и Анна. И прими нашу молитву, Воздиание рук, как жертву вечерней, Благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, Слушай и дослышит раб Твой. Господи, благослови Татьяну и Тамару, Помогающих нам в открытии музея. Устрои все по воле Твоей, Святой. И сердце Максима, Враждующего против нас, Укроти и смири. Тебе слава, Боже, за все вовеки. Аминь. Господи, Владыка, живота моего, Дух праздности, уныния, Любоначалия, празднословия, Сребролюбие. Зажми, душа целомудрия, Смиренно мудрия, Терпение и любви, Даруй мне рабу Твоему, Ей, Господи, Царю, Даруй мне зреть и моя прегрешение, И не осуждать брата моего, Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, прости мои согрешения, Тайные и явные, В уме и в помышлении, В одни и в ночи, И в последние жизни нашей. Аминь. Благодарю Тебе, Господи, Некое долготерпение И сохранение в моей жизни. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Аллилуйя. Хвала Тебе, Господи, Боже наш, Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, Дух праздности уныния, Любоначалья празднословия, Сребролюбия не дожми, Дружица ламудрия, Смиренно мудрия, Терпение и любви даруй мне рабу Твоему, Ей, Господи, Царю, Даруй им изретье Моя прегрешение, И не осуждать и брата моего, Яко благословен еси Во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Ну что у нас? Доброе утро. Сергей Павлович, находи там, где закончили по Библии. Доброе утро. Доброе утро. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, где мы остановились... Продолжение следует... Продолжение следует... Так написано... Ватфея 4 глава с 1 по 10 стихи... Продолжение следует... 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 Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого, и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Первое послание Иоанна, 2 глава с 18 по 22 стихи. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Это дух антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире» 4-3 стих. «Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире» 2-е послание Иоанна, 1 глава, 7 стихи. «Появляются в кавычках святые письма, детки, агни, йоги, учения Кришны Черного. Что это такое, что о том говорит Библия? Не ходите и не гоняйтесь за ними» Лука 17, 23. «Все это волки хищные, ходите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий к погибели, и многие идут ими» Матфея 7, 13. «Ибо я знаю, по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» Деянин, 22 глава, 29 стих. «Те ли целители, экстрасенсы, шептуны, имя же всем им легион, все они прошли как молва быстротечная, и эти исчезнут как вода протекающая» А церковь стоит, как столб и утверждение истин. «Отчего же попустил Бог нашествию саранчи, мышей и жуков на нас?» Вопрошает Пророк. И Божий ответ гласит «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведения, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих» Пророк. 4 глава, 6 стих. Вся вина падает в первую очередь на злых пастырей, заботившихся о корысти и бегущих, когда видят волка или вора, перелезающего через забор. Вопреки сказанному Писанию со своим лжетолкованием в церковь. Не знаю даже содержания Библии, Псалом 1, не читая каждый день этот глаз Божий, отвергая небрежностью пастыри, привыкнув к чести и почету, стали отвечать на вопросы прихожан не по Евангелию, а по вымыслам человеков, по вере бабушки. «Кто из священников может сегодня выйти к народу и сказать и постоянно твердить о том, как восклицался Кирилл Иерусалимский, если слова мои не сходятся с Библией, то не верьте и мне». А Златоустый же говорит «Чего нет в Библии, а то мы не рассуждаем». А сегодня делают все возможное, чтобы люди не знали содержание Библии, когда священник, выдавая себя за оракула, за изрекающего истину вопреки Писанию, губит и себя, и доверившийся ему слепотствующий народ. Согласно словам Божьим, священник должен учить народ во время и не во время. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» . И если священник не учит народ, как должен он суть идол, говорит святитель Василий Великий, священник также одет в позолоченные одежды и также безгласен. Святой Иероним говорит еще строже, что если пастырь поступает на соблазны и не учит, то он суть антихрист. И если бы народ знал священное Писание и мог проверять все сказанное пастырем, сходится ли сказанное со Словом Божьим, большинство архиереев и иереев лишились бы своей кафедры сегодня же. Писаных постановлений нигде нет, Третья езда 4.23. «Два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды» Иеремия 2.13. «Ибо Слово Божие живое и действенное и острее всякого меча обоюдоострова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит по умышления и намерения сердечные» Иеремия 4.12. «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу» Иеремия 23.29. «И так велико значение Библии в очах Божиих, что он и молитву тех, кто не слушает сказанного мне, не принимает и почитает за мерзость» Притча 28.9. «То, что скажем в судный день, когда по этой книге будут всех судить» Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай и запрещай и уищивай со всяким долготерпением и назиданием» 2.10. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку, и народу» Откровение 14.6. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? На ревности любит Дух живущий в нас» Якова 4.5. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога» 1.15.34. «Извращение смысла Писания, толкование по своему разуму смертельно опасно. При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса» 2.3.16. «И написано все нам в наставлении, а все, что было прежде, написано нам в наставлении, дабы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду» Римлянам 15.4. «Для нас, достигших последних веков написано, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков» 1.10.11. «Слово истины свободно и самовластно. Истина посылается от Бога, и нет иных доказательств, помимо самой истины, которая есть Богом». Игостин Философ. «Когда начинаешь читать или слушать Священное Писание, помолись Богу так. «Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Всегда так моли Бога, чтобы просветил Твою ум и открыл Тебе силу своих слов». Многие понадеялись на свой разум, подверглись заблуждению Ефрем Сирин. Для понимания Священного Писания нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, дабы мы, узнав истинный смысл написанного, могли получить великую пользу. Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается в Священном Писании, не должны оставлять без внимания ни одного слова. Поэтому-то и заповедано нам изучать Писание, что многое с первого взгляда, показывающееся простым, заключает в себе глубокий смысл. Кто прикасается к Евангелию, сразу изменяет свой ум. А при внимательном чтении и душа как бы вступает в в таинственное святилище, очищается и делается лучше, так как в Писании с ней беседует Бог. Ничто не может служить препятствием к чтению Слова Божия. Не только дома, но и совершая путешествия или находясь в многолюдном собрании и занимаясь делами, можно упражняться в этом чтении. В Священном Писании бездна вопросов, поэтому приучайтесь не только изыскивать разрешение их, но и не задавать вопросы, потому что им не будет конца. Не спорь со Словом Господнем, иначе погибнешь. Читай Библию, и тогда ты едва спасёшься. А если ты её продаёшь, то не отдаёшь ли своё спасение? Ремесленник продаёт ли своё орудие труда? Храни Священное Писание. Будем приобретать святые книги. При взгляде на Евангелие душа очищается. Если не понимаешь, всё равно читай. Невозможно спастись тому, кто не читает Священное Писание. Где есть духовная книга, оттуда прогоняется дьявол. Незнание Писания есть великая стремнина. Возникновение ереси, чтение Священного Писания укрепляет печали. Придя из церкви, возьми в руки Библию. И даже не имея толкования, читай. Нелюбящие Слово Божие скотоподобны. Писание знать основа жизни. И дома, после еды, возьми Священное Писание. Научайся, чтобы душа не вознеродела о своём спасении. Любовь к Слову Божию – лучшее доказательство благовоспияния душ, как аппетит к пище. Никто не будь ленив, сонлив, не блуждая мыслью на стороне. В одной букве слоги – глубокая мысль. Сам царь римский не может дать закон персам. А апостол дали закон всей вселенной и на все времена. Иоанн Золотовуст, 1-я, 666, 802-я страница. 108-я, 181-я, 409-я, 4-й том, 49-я, 80-я, 195-я, 373-й, 5-й том, 207-я. Если ты изучил всё Божественное Писание, смотри, да не надмевает тебя помысл. Всё Писание учит смиренно-мудрю. Не утруждай себя чтением, за которым не следует дело, потому что закон выполняется только делами, Ефрем Сири. Если не полюбишь блаженных и подлинно Божественных слов Писания, уподобишься скотам несмысленным и бессловесным, как из желания поддержать жизнь, едим, пьём, говорим, слушаем, так и к чтению слов Божьих мы должны прилепиться сердцем, не зная сытости. Нил Синайский. В руках ваши да будет всегда Священное Писание. В сердцах же воспоминайте о Господе, не переставайте молиться и продолжайте заниматься своим спасением, чтобы враг при искушении всегда находил ваши сердца ограждёнными и вооружёнными. Каприан Карфагенский. Как царь, когда намерен кому-нибудь даровать свободу и помилование, обнародует своё повеление, придите ко мне и получите помилование, если же они не хотят прийти к нему и воспользуются даруемым им милостью, то бесполезно для них читать это поведение. Повеление. 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 Ошибка. Повеление. Тем не менее, они повинны смертной казни, потому что отказываются прийти и получить помилование от руки своего царя. И Священное Писание – подобная грамота Бога людям, в которой повелевает Он любящим Его, молящимся Ему, с преданностью принять из Божественной Его десницы небесное благо. Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то чтение Священного Писания не принесёт ему никакой пользы. И он остаётся виновным, ибо не хочет принять от царя небесного даруемого блага духовной жизни, без которой невозможно быть причастным к бессмертной жизни. Макарий Египетский. Надо заботливо наблюдать, чтобы ложное толкование Священного Писания, подделываясь под чистое золото, не обмануло нас. Так дьявол старался искусить и Господа Спасителя. Иоанн Христиан. Желающий понимать Священное Писание должен заниматься не только чтением толкований, сколько очищением сердца от пороков. И не будет нужны в толкованиях, как глаза не нуждаются ни в какой науке, чтобы видеть, если только они чисты и нет тьмы. Иоанн Кассиан. В 47 житиях святых упоминается об особой любви христиан к Священному Писанию, когда они выучивали Псалтирь наизусть. Евдокия, Шушане, Геннадий Патриарх, Симеон, Дивногорец, Иоанник, Иоанники. Блаженного Августина переворот произошел в душе от чтения Священного Писания. Изучали день и ночь. Во времена же Дмитрия Ростовского мало кто имел Библию. И не с тех ли мест и времен вошло в поговорку, что если кто прочитает Библию до конца, то обязательно сойдет с ума. Святого Иоаннима до обращения коробил язык пророков, казавшийся ему грубым в сравнении с изящностью греческих мыслителей. Так величайший безбожник и хулитель истины Вольтер говорил, что через сто лет Библия будет позабытой и заброшенной книгой. Ее можно будет найти разве что в кладовых и археологических музеях, как свидетельство о глупости более ранних поколений. Но через сто лет на месте произнесения этих, в кавычках, пророческих слов находился склад британского библейского общества. Издаваемая сотнями миллионов экземпляров, Библия сегодня является поистине бестселлером и суперкнигой. Ну вот эта тема закончена. Очень подробно все описано. И надо просчитывать этот материал, тем более он у нас на сайте находится. Тем более там все написано в книге к истинному православию. И никуда не уклоняться. У меня встречались люди такие, которые Библию я читаю ничего, но с толкованием считать не могу. Меня переворачивает всего. Кончилось полным беснованием. И потом заклинательные просто слова пишет мне в сегодняшние дни. Три дня назад написал. Не молитесь обо мне, прошу тебя, не молитесь. Я молитву вашу чувствую. У меня все внутри клокочет. А сейчас пишет сегодня, что внутри меня как какой-то ком ходит. Это что беснование? Я не могу ответить даже ему, потому что он бесноватый. Покаяния нету. И нигде человек ни на работу не может устроиться. Со всеми скандалит. И все за свою правду борется. У нас в деревне был один такой, приехал. Делает рамы. А соединение где? Там в палец щель. И батюшка говорит. А у батюшкина делает в дому. А батюшка возьми и скажи, что-то тут у тебя не плотно. И поэтому одним клеем ты не задержишь. Он как начал буйствовать. Батюшка говорит, я скорее-скорее в другую комнату ушел и все. И так он съехал. И все время, я не за себя, я за правду борюсь. Это они все за правду борются. Сорвется, начнет материться. Соседский там гусь или что-то зашел, а у него свои едят. Он мигом его убил за ноги, подошел к соседу и за ограду забросил. Это в Потеряевке у нас был такой житель. Ничего нельзя сделать, потому что сатана внутри. Слово Божие не знает, не считает. И вот это самомнение полностью отняло разум. Особенно вот когда люди кого-то судят. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Исидор Пилосевод. Вот мы прочитали где. В сжатом виде говорится все о Библии. О Библии тут можно еще этот материал намного расширить. Ну это же книга. За каждую строчку платить приходится. Считаю, что вот я на Златоуста. Выбрать эти слова помогли люди. Я работал не один. У меня везде были помощники. Притом очень большие. Многое брал из чьих-то книг. И вот в совокупности получился такой материал краткий о Библии. Что надо любить. И поэтому сейчас что где делается. В православной церкви, в патриархии, там у католиков, у сектантов. Везде 22 глава 29 стих. Евангелие от Матфея. Заблуждайтесь не зная писаний, не силы Божией. Что Бог силен это сделать. Заблуждение от незнания писания. Меня спрашивают, как у вас любовь к Слову Божию появилась. До 23 лет я Библию в руках не держал. Слово Евангелие даже не знал. И в один день, полчаса, который стоял на коленях, Бог дал абсолютную любовь к Слову Божию. Когда сказали мне, где я был, а не пятидесятники, как бы по сегодняшнему сказать. Просите своими словами. Своими я не знал, что Богородица Дева радуется. Достойно есть Якова истины. Это я с детства молился. Потому что родился в старообрященской семье без поповцев. Священства не было. Потом уже священство приняли, а Библию не приняли. Ее не было. И вот здесь Господь дал. И сразу все, что было. 23 года работаю на корабле. Такая сила. Все есть. Нету покоя в душе. До времени, пока не встретил Слово Божие Христа. Я не забуду, как один раз я так взял Библию. Выходной. Суббота. Воскресенье. Ну, я ушел там, где лес. Это в Латвии было. Распадок такой, как бы низина. И там я где-то сел, куда никто никогда не ходил, может быть. Ну, только по пароходу. И сижу там целый день, читаю Библию. Вот уже вечер. Надо ночевать где-то. Я решил не идти обратно в город. А я залез на дерево. В ветке сплел между собой березы, как шимпанзе. Обнял Библию и дерево. И так уснул. Даже не привязал себя на дереве. Утром проснулся. Туман вратом распадки. Все закрывает, как молоко разлитое. Вот картина какая. Какой-то с бородой дядька или парень сидит. Вот. До ночи бы увидели еще. Тут вообще было бы. Это картина. Я спрашиваю, у кого было когда так, чтобы ты стремился. И тебе... Не знаю. Я работал где-то. Я работал на отбойном молотке. Все руки трясет. Все мозги в пальцах в один конец сгонят. И рядом узнал, верующие живут. И я к ним в обед приходил. Они за стол сажают. Я ни разу не сел. У меня аппетита нету. У них Библия была дома. Они были единственники. Муж еретик был, а жена принимала обучение о Троице. Ребятишки. Я лягу на пол. Передо мной Библия. Обед. Час. Читаю. По мне ребятишки там ползают. Я не вижу и не слышу. Хозяйка переживает, что я не пообедал. Для меня это нету. Полностью все исчезло. Иные дни у меня до 10 часов уходило на чтение Библии. Я сразу уже понял. Каждое новое чтение дает новые мысли. И когда на корабле еще работал, Библия была. Ну там не целиком Библия. Новый Завет подаренный мне. Я переписывал места Писания с первого же дня. Помню. Ну корабль шатает там, качает. Разницы нет. Переписываю и пишу письма. Письма большие, толстые, лишь бы в ящик пролезли. Ну что, пишу то в одном экземпляре. Вот это отцу и себе помещаю. Отцу. Вот это вот брату, Акиму. Он тоже не знал. Вот. А дальше то у меня, ну каждому там несколько строчек, две-три места Писания. А для меня чуть не полтетради. Какие места Писания относятся ко мне. Я не просто считал. Я как бы слышал голос с неба, который мне это все говорит. Я воображение так вот, поэтому спорить о Слове Божьем, мне ни одной секунды никогда не было. Это глаз Божий. И мне страшно, если я пропущу что-то, не буду знать. Бог отдал мне Сына Своего, чтобы я верил в Него. Чтобы я верил в Слово Божие. Пророки писали, рисковали жизнью. А я буду какие-то слова говорить. Ну даже говорить не о чем. Это вот так было. Когда спрашивают, как могли так и знать Писание. Никак. Я об этом даже не думал. Как? Как? Просто считаю. Считаю и люблю. Ну а вскоре начались беседы с сектантами, с серетиками. Всегда поражаюсь их незнанию Библии. Вроде бы они любят Библию, баптисты, пятидесятники. Любят отдельный стих. За ним стих и перед этим не знают. Библию не знают. Не знают. Может быть где-то какие-то там, которые считали как Ярпестя, Рогозин. А остальные так. С пято на десятое. И то, что считают, не понимают. Это я говорю не о православных. В православных вообще ничего нету. И поэтому перед нами огромное поприще. Вот ты услышал это. Внеси дальше. Не знаешь. Попроси у меня. Я вышлю вам копию визитки. И там себе издайте. Наша визитка. Все данные, что приходили на наши ресурсы. На форум, сайт, YouTube, Mail.ru. Некоторые берут, сами издают. И чем больше тираж, тем дешевле стоит это. У нас одна визитка обошлась 33, я не знаю еще, копейки, наверное. Ну да. И поэтому визитки мы раздаем, везде посылаем. Ну, заказали-то это. Как это составлено, это все мне помог Сергей Козлов. Вот. Приложили к этому руку. И теперь нам есть что дать. В любом деле. Просить Бога, чтобы были друзья, помощники, советники. А одному ничего не сделать. Конечно, приписывается кому-то, допустим, храм Василия Блаженного. Вот такой-то там был, такой-то архитектор. Ни один рабочий не упоминается. А вот Петр Первый проложил дорогу. Ну, он там гвоздь не забил. А вот сейчас до Дальнего Востока дорога мы ездили. Она так и называется Путинская. Там какая была, даже я не видал ее. А теперь, ну, конечно, в скоростях делали. Там валили и валили, под ними и деревья оказывались. Никто почву-то не подготовил, поэтому проваливается. Ну, они, проваливается гладко. Опять сверху насыпают асфальт, закатывается. Путинская. А Путин там только проехал. Он, конечно, не... Поэтому не надо на это обижаться, что кто-то скажет, вот я тут участвовал, а называют с чем-то одним именем. Мне ничего не приписывайте. Я все где-то беру. Беру, выписываю, а потом уже накапливается материал, и получается такое вот. Никогда не скрывайте свой талант. Беседуй со всеми, никогда не говорите. А вот я говорю, чтобы это тайно было. Тайно сиди дома. Сам не мог удержать, а с другого требуешь. Вот это не раз мне приходится. Каждый раз теперь спрашиваю. У нас все выставляется в интернет, вы не против? Это у нас там съемка шла. Ну, Виктор, я показал, зимой там сними, там просит, как потеряет. А он идет, а батюшка вышел. Он кричит. У нас все выставляется в интернет, вы не против? Батюшка на крысе стоит. А то уже вошло в поговорку. Каждого спрашиваешь. И то проходит какое-то время, а мне это мешает, кто-то на работе его понижает. А тут неправду говорит-то. Уберите мой ролик. Таких у меня уже не один был. Чтобы я ролик убрал. А ты же, я тебя спрашивал, ты согласен был. Ясно, что теряешь человека навсегда. Все я буду убирать. И по просьбе кого-то ни одного еще ролика не убрал. А таких, которые просили, это десятки были людей уже. И так самое. Я говорю, мы о хорошем беседуем. Чего вы так волнуетесь? А вот обо мне не выставляйте. Вот в рулетке никто не просит. Показывает, что мы записываем. Но они знают, что тут. Это не по скайпу. Поэтому главный упор всегда на Библию. Как ее понимать? Это православное толкование. Знать надо. А знать толкование, это вот у нас трехтомник Нового Завета. Это, повторяю, наш трехтомник Нового Завета. Это три книги по 752 странице. Полное толкование с откровением. Блаженный Афифилак толкует от Матвея и заканчивает евреем. А вместе, в совокупности, весь Новый Завет с толкованием. Такого не было никогда и нигде. Ни в Западной, ни в Восточной церкви. Тоже это уникально. И каждый том равный. Ну, а где там оставались пустые места, я что-то еще добавлял. Даже взял Марсенковского «Достоверно ли Евангелие?» Такой капитальный труд. Кратко. Даже стихотворение «О да Бог, Державина» Гавриила Романовича поместил. Вот это полное толкование. Это нужно знать. Я в одном магазине был. Тут продает там всякое церковное утварь. И зашел священник. Он там набрал всего. Ладана там, Илея. Ну, такое все это. А я как раз в это время зашел. А мои книги как раз в этом магазине продавали. Уже они вышли. Ну, поговорили маленько. Я говорю, а вы книги видели? Они там в углу стоят. И он товарами завалился. Человек-то хороший. Но ему товары продать надо-то. Они и книги мои. Не знаю. Я говорю, посмотри. Когда он взял Новый Завет. Посмотрел. Он вернулся. Все эти товары-то, которые уже взял. Он их тут же на стол вывалил. Куча целая. Охапку-то. И сразу книги взял. Вот как еще указать. И то, что там рекламировать. Человек просто увидел. Я указал. Книги там стоят, я говорю. На третьей полке в углу. И он это увидел. И постоял маленько. Еще одна девушка зашла. Тоже что-то там взяла такое. Там иностранные товары разные-то. Я ей указал на это. Она мигом все обратно отдала. И купила книги. То есть тоже надо представить. Вот тебе и маркетинг. Славы там прикрылись. А на самом деле дать знать. Мы к молитве добавляем это. Так у нас каждый день молитва одна. Не одна. Псалтырное чтение другое. Что-то где-то даже ошибешься. Не в таком порядке, как я сегодня считал. Вместо мучеников сначала святых. А мученики потом. Вот уже не так. А кроме того и своими словами. Это у нас послесловие. С Богом. Отпускаю. До свидания. Спасибо Христос. Аллилуйя. Спасибо Христос. Слава Христу. Слава Христу. Спасибо Богом. А Оля Симоненко у Надежды Васильевны за стенкой. Да, сегодня я поеду. Помолитесь обо мне братья. Вот ты. Вот она где. Спасибо Христос. Виктору поклон передавай А вчера на 5 выходили Он отложил продажу дома на год Так что скажите, что я на первом месте стою И рассчитываться с вами буду Он уже цену назначил, все Хорошо, передам Да, потому что люди приезжают Мне-то никакого Еще там жить буду разве Нет, ну, чтобы не было Бывает, кто-то подсунется А потом пустой дом стоит А у нас все запасное должно быть Кто-то приехал внезапно Ездит остановиться Мы лагерь-то перетащили в деревню Лагерем не называем, а просто в гостях С родителями И к нам уже власти теперь, Роспотребнадзор не вхожий Вот сразу Бог положил на сердце Когда было это нападение Да не нападение даже было Это просто полиция приехала А уже дети легли спать У нас ролик есть, дети бегут в ночь Убегают А там впереди у них Гроза, молния сверкает Ну, это фильм просто Боевик настоящий Их обвели, детей по деревне распределили А уже днем я собрал Попросил собрать Деревенское собрание И передал все в их собственность А теперь там музей Вот сейчас помолиться Молиться в течение месяца Они должны дать мне ответ И когда сдавать Вот этот отдел Обе женщины, Татьяна и Тамара Очень расположены Я уже в понедельник Это в пятницу прошедший вот это вот рядом Документы сдал Так что помочь молитвой Чтобы их сердца были расположены И кто над ними старший Потому что лагерь Это музеев таких нету А они по шаблону А вот это где у вас? Да нет у нас ничего этого У вас все черепки старые там показываете Книги старые, одежду А у нас жизнь новая Как благодаря Вот то что увидят в музее Лагерь постройки Но это же не все Еще в деревне часть построек И кроме того буду рассказывать Как было Как костер готовился Как молитвы Мы это жизнь И думаю что в мировой практике Такого музея никогда не было Да и быть не могло Его сначала надо создать как лагерь Десятки лет показать Что это безопасно 45 лет я начальник лагеря 45 Это больше пол жизни И ни одного несчастного случая Ни отравленного Ни замерзшего Никакой Наркоманы дети приезжают Уезжают Забывают обо всем этом Но одно то что из Лондона Прилетела директор Кэстонского института Ксения Деннон Ее сопроводительного дали На Останкина Но это о чем-то говорит Да мало того Когда она уехала в Англию Написала статью прекрасную Там в сибирских степях Осуществление мечты И говорит Мне и половина не рассказали Что я там увидел А была то несколько часов А эти слова цариса Савская Сказала при Соломоне А мы рядом живем Но кажется ничего нет Она и книги приобрела Она Ну вы ее зазомбировали Эти наши Говорят Недруги-то Я не знаю Так на меня Я на кафедре стою В университете Преподавал когда А правды нет Что вы учились в Индии Столько лет Волтатому волшебству Что кто бы ни пришел А вы их мысли знаете И заранее уже знаете Какой вопрос задают И без вопроса отвечаете на это Такое было И неоднократно Ну я в Египте учился То есть самые знатные волхвы Меня учили Как Киприана Карфагенского Зазомбировать человека Это молва такая Тут такое было Это рассказывает Не один человек Я к баптистам ходил Когда Ходили просто послушать Ну и Одни там были Приехали с Новокузнецкой Кажется Муж с женой И потом они говорят И говорят не кому-то А говорят Олегу Стеняеву Кажется он в армии служил И пришел у них Вот Это он говорит сначала Они говорят Это не то, вот мы были в Барнауле Вот там есть человек, да Когда он стал говорить, а нас, говорит, заранее предупредили Если он будет говорить, то вы сразу вставайте и уходите Иначе первые слова, если вы сидели, он сразу приковывает к скамейке Уже сойти никак нельзя А ты говоришь это, и он, говорит, мы муж с женой-то это забыли И когда он начал говорить, а мы тогда вспомнили Хотели подняться, а уже не могли Скамейка за нами поднимается Приварил их Вот такие, батюшка как-то едет дорогой Ну и стал говорить, едет уже к Потеряевке-то Ну и говорит о Боге, а парень один с полки свет Нет, ты, детская дядька, нас не убедил А вот тут где-то живет один человек Вы про него слышали или нет? Вот он говорил когда, да, остановку проедешь свою И называет, он говорит, так я его брат Как брат? Они сразу изменили к нему отношение Ну, легенды составляют Поэтому, то, что врагов там нападает много Что на меня там 220 роликов составлены Это все пустое Это ничего не значит А когда человек полюбит Библию И скажет, что я там-то научился Это награда Ладно, отошел Подожди, подожди маленечко, Игнат Тихонович Давай Я сегодня, Танечка, свободно Мы сегодня едем по своим делам Куда едем? Гор электросеть Ты представляешь, 700 рублей на числе Говорит, им нужно выплатить обязательно Завод 900 рублей Я понял, меня туда нигде не впутывать Я не знаю, но молюсь Все, отошел Бог с вами не будет Ага И прошу прощения тебе за вчерашнее Я у вас Все уже прощено Ты опять это мне Зачем мне эту тревогу вызывать? Просто за собой смотрите Будьте внимательны Пришли в храм, не командуйте Там есть другие люди Хорошо Спасибо, Христос, за все С Богом Слава Да благословит вас Господь Благослови Благослови и помолись Хорошо Я молюсь и благословляю Только отстаньте от меня Сейчас скажет вот это благословение Ох, я за мига твоя Ох, и нашенький Ну